Изобразив на этом большом холсте, летящую по ветру девушку, драконы и солнечный город, художник Сергей Горбачев напомнил о символе Нового года по восточному календарю. Но больше хотел сказать про весну. Да, больше про девушку. Дракон идет как изображение на кимоно. Работа называется «Кимоно. Год дракона». Поэтому как бы это рисунок на кимоно получается. Дракон, там цветы и прочие моменты. Большой холст занял центральное место на выставке в Союзе художников. В ожидании весны так назвали этот проект, чтобы в нынешний суровый зимний месяц напомнить зрителю. Ждать тепла осталось недолго. Тема весны, пробуждающейся природы и всех ее символов в истории мирового искусства занимает важное место. Цветы, журчащие ручьи, проталины и женщины как символ новой жизни. Казалось бы, ну что еще можно сказать? Но желание говорить про весну и красоту никогда не надоедает. Тем более писать картины. Когда мы говорим про выставку в ожидании весны в контексте истории, конечно же здесь не идет речь о том, что мы повторяемся или здесь нет чего-то простого и обычного. Более того, мы говорим про современных художников, которые интерпретируют уже взгляд современного человека на эти явления. И вот это исследование, тем более сравнение с предыдущими произведениями, это тоже очень интересное внутреннее путешествие. Сто картин, 58 авторов, среди них известные и признанные мастера. Цветов в этой экспозиции множество. Могольник и сирень – один из любимых образов приморских мастеров. А вот для художника Евгения Пехтовникова лучшая весна в Тернее, в Тайге. Мартовские этюды весенние, художника уже расставила. Ну это на состояние короткие этюды, ну где-то часовые, полуторачасовые. Вот, первое впечатление. Помимо многочисленных весенних пейзажей и натюрмортов, здесь представлены романтичные женские портреты, сюжетные композиции, живопись, графика, предметы декоративно-прикладного творчества. И каждый экспонат по-своему настраивает на чувство легкости, дает ожидание обновления и изменений в лучшую сторону. Понятно, что она происходит в феврале, нам всем еще ждать целый месяц, но уже такое предпраздничное настроение в людях чувствуется. И эти картины, они эти эмоции увеличивают. Эмоций целая масса, потому что в восторге, такое разнообразие, тут на все вкусы, на все стили. Я шел за одним, увидел другое, третье, четвертое, просто как называется, венецианский эффект. Понравилось, все, восторг. Сегодня началась копель в южной части города Владивостока потихонечку. Поэтому весна идет, весне дороги.